Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ничто не стоит на месте. Мир меняется стремительными темпами. Успеть за переменами, ничего не упустить – задача непростая, но выполнение которой гарантирует успех всего народа. Некоторое время назад в республике была проведена конституционная реформа, после которой часть полномочий президента была передана парламенту и правительству. Вопрос, который интересует, пожалуй, всех. Как в итоге изменится работа системы государственного управления, исполнительной власти и депутатов после ее проведения? Депутатский корпус формирует правительство, правительство отчитывается перед депутатами, депутаты перед народом. Значит, согласно тому же конституции, власть кому принадлежит? Там написано, единственным источником власти является власть народа. Значит, каждому из нас, я теперь думаю, что и депутатов, и Акимов ответственность перед нами увеличится. Но на кого-то возлагается не просто ответственность, а большие ответственности. И они должны чувствовать, если будут чувствовать свою ответственность перед обществом, перед народом, перед страной, конечно, это даться на свои результаты. В зависимости, кто как поймет эту ответственность. Депутаты будут наделены определенными полноучиями для того, чтобы более усердно контролировать правительство. Что требует от них? Политической мудрости, профессионализма, без популизма, скажем так, реально контролировать те процессы, которые они были наделены. В Казахстане все активнее внедряются и информационные технологии. Благодаря им система государственного управления оптимизируется и становится прозрачнее. Как следствие, и работу правительства, исполнительных органов оценивать становится все проще. А насколько вообще необходимо внедрение цифровых технологий и что они меняют в нашей жизни? Облачные технологии, которые находятся, я буквально вот сейчас могу соединиться с Киевом. Соединиться, если разница времени позволит и с Америкой, и с Токио, и с Японией, и с Китаем поговорить. Абсолютно, абсолютно. Ну, для этого, может быть, кто-то должен быть аскетом или, как говорят, отречься от такой жизни, как средневековые монахи и так далее. Но таких людей, мне кажется, сейчас уже нет. Мы сейчас знаем, что у некоторых чиновников, министров, людей, которые ответственны за принятие каких-то политических решений, есть уже свои блоги. Вы знаете, во многих интернет-сайтах уже есть отдельные рубрики, которые так и называются, достучаться до власти. Поэтому, я думаю, с ростом и политического сознания роль информационных технологий будет расти. И власть должна адекватно реагировать на те ожидания, которые идут снизу. Если учесть из последнего послания главы государства, то есть по третьей модернизации, там есть обозначенные в приоритетах, там конкретно четко, ясно написано, что сейчас наибольшее значение имеет именно информационным технологиям. То есть здесь, можно сказать, IT-технологии. Что ж, как видится, без нововведений сегодня действительно никуда. Новые задачи накладывают на законодательные исполнительные органы особую ответственность, потому что нам сейчас придется решать совершенно новые задачи, которые мы доселе не делали. То есть программа, порученная правительству создания информационного Казахстана, охватывает все вопросы реформы и требования сегодняшнего дня. Это новые задачи. Мы таких задач еще не решали. Сложные задачи, требующие больших финансовых вложений и ресурсов, но у нас другого хода нет. Надо это делать. И делать успешно. Уверен, что расширение полномочий парламента, правительства, послужит более эффективному достижению цели третьей модернизации экономики страны. Казахстанское общество на пути к новым вершинам, достичь которых удастся во многом благодаря проведению своевременных и актуальных реформ. Дорогу осилит идущий. А прямо сейчас не пропустите итоги дня. Целеустремленности вам и упорство в достижении поставленных целей. Редактор субтитров А.Семкин